Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике мы поговорим о таком приложении, как Лидресс. Я объясню вообще, как им пользоваться в целом и что это вообще за приложение. Но перед началом хотел бы отметить, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store. А также отмечу, что на платформе Google Play это приложение имеет довольно-таки хорошую статистику и в отметку более чем 5 звезд. Перед началом видеоролика хотел бы попросить вас подписаться на мой канал, ведь у меня смотрит большая часть аудитории без подписки. Ну а мы начинаем с вами видеоролик. Итак, приходит в приложение. Нас приветствуют в такие вот подсказки. Кстати, подсказки довольно-таки полезные, можете почитать, кому будет интересно. Я пока их, пожалуй, пропущу. Также отмечу, что в этом приложении достаточно так много книг и оно самое популярное в России по именно онлайн-чтению. То есть такому, так сказать. Сразу отмечу, тут есть магазин, то есть не все это с вашим книг бесплатный. То есть некоторые книги вам придется покупать, то есть надо заплатить за них деньги. Также тут есть довольно-таки много чанров, на которые написаны книги. Интересные, кстати, довольно-таки интересные книги тут есть. Также есть аудиокниги, то есть вы можете слушать их в наушниках, как вам будет удобно. В принципе, я еще ни разу не слушал. Рекомендую вам слушать, если вам будет такая идея, так скажем, интересна. Также вот вы видите цены на книги. То есть можно купить абонемент, который позволит вам читать несколько книг, так скажем, определенных часов книг в какое-то время. Также тут выходят часто новинки. То есть в этих разделах вы сможете посмотреть, что вышло за недавнее время. Также может, что вышло прямо только что и все прочее. Также есть книги такие, которые выйдут скоро в продаже. То есть, кстати, довольно-таки удобно. И можно поставить это на уведомление. То есть вам придет уведомление, как выйдет эта книга. У вас сразу приедет оповещение. Также можете посмотреть раздел черновики. Может, что-то-нибудь интересное для себя вы и найдете. Также отмечу про поиск. Если вы, допустим, неправильно написали название книги, но правильно написали автора, у вас будет небольшая подборочка, в которой вы сможете что-нибудь такое себе полезное найти. То есть вы действительно сможете что-нибудь найти поиску довольно-таки удобный. То есть он ищет достаточно так. Достаточно количество поисковый объем тут способен найти любую книгу, которую вы захотите именно для себя найти. Также есть раздел своего аккаунта, в котором вы можете зарегистрироваться. Также тут есть настройки, то есть настройки самого интерфейса. Затем можно применять язык. Ну, я думаю, в этом поймете. Также довольно-таки интересный раздел такой. Можно сменить тему. То есть я не во всех приложениях видел, что можно иметь на черную тему. Но, опять же, это кому как. То есть кому-то будет понравиться такая тема, а кому-то нет. Я не рекомендую, конечно, ставить черную тему, потому что действительно какие-то моменты, то есть какие-то фрагменты будет не видно, так как они будут перекрашены в черный цвет. Это уж вы сами решите, какой вам сделать, какую, так скажем, тему вам поставить. Далее я перейду пока к самому разделу. То есть как именно в этом приложении, что делать, если вы оплатили, а ваша книга вам не пришла, так сказать. Просто заходите в раздел техподдержки, затем пишите свою проблему, сообщайте. И затем отправляйте на почту, то есть им определенный текст, что у вас не так, допустим, случилось. И это все решается в течение 24 часов. То есть действительно очень удобно. Также вот как поменять тему, вы сейчас увидите, то есть тема СНД резко-черной. Также можно это все дело оценить и отправить им на почту. То есть понравилась ли вам эта функция или же нет. Также рассмотрим функции, которые вы еще не видели. То есть объясню лайфхаки этого приложения, что тут вообще в целом можно делать, о которых вообще практически никто не знает. То есть также вот видите, большинство людей не понимают, как читать книги в этом приложении на компьютере. Для этого вам потребуется один эмулятор, то есть он называется PlusTax. Скачиваете его и на самом эмуляторе уже скачиваете приложение Litres. Затем уже можете загружать книги, как и бесплатные, в принципе, так и платные. Это все на ваше усмотрение. Также сейчас объясню, как получить книги бесплатно. То есть этот лайфхак будет полезен всем. Ну, хотя это даже нельзя называть лайфхаком. Это, так скажем, небольшой совет, который вы, если вдруг вы не знаете, он вам в чем-нибудь да пригодится. То есть сейчас вы увидите скриншотик такой небольшой у себя на экране, что для этого, так скажем, нужно сделать. Ваша задача просто зарегать в этом приложении свой аккаунт. Также можно через электронную почту, также можно через соцсеть. То есть ВК, Фейсбук и все в этом плане. Ну, вы, думаю, поняли. Также еще отмечу одну очень важную функцию этого приложения. Эта функция называется активация промокода. То есть промокод вы можете получить как и от партнеров на сайтах, так и найти в упаковках всяких товаров. То есть действительно это очень удобная такая плюшка в этом приложении. В том плане, что действительно она может дать вам как и скидку на какую-либо покупку, то есть именно книгу. А также и дать сам бесплатный доступ к онлайн-чтению, так скажем, и аудиочтению. Действительно это очень удобно и вам, так скажем, это возможно в чем-то и пригодится. Ну, а я думаю, в принципе, я уже все рассказал. Также хочу сказать свое мнение по поводу этого приложения. В принципе, мнение положительное. Приложение довольно-таки интересно. То есть тут действительно очень много различных функций. Интерфейс этого приложения достаточно такой простой. функционал тем более. Еще хотелось бы отметить то, что есть такая функция, как смена тему. Действительно функция такая нормальная. Ну, то есть, опять же, это функционал любителя. То есть не каждому человеку может захочется включить себе черную тему, но мне все же она, так скажем, немножко понравилась. Еще отмечу тот план, что в этом приложении есть довольно-таки такие функции, которые могут дать вам доступ к бесплатному чтению. Я заметил в YouTube много, так скажем, всяких разных ютуберов снимают на это приложение. Как же получить в этом приложении бесплатные книги. Кому интересно, можете там у них посмотреть. То есть я не рекламирую, просто говорю как совет. Если вы действительно хотите, можете посмотреть. Также хотел бы попросить вас подписаться на мой канал. Ведь до 20 тысяч подписчиков осталось совсем немного. Я думаю, вы мне в этом поможете. А также не забывайте поставить лайк на этот видеоролик и написать комментарий, что вы думаете по поводу именно этого приложения. Также прорекламирую вам, пользуюсь этим моментом, мой второй канал. То есть на втором канале я снимаю игровую тематику. Кому будет интересно, ссылку на второй канал я оставлю в описании. То есть переходите, подписывайтесь и смотрите мои видеоролики. Также отмечу, если у кого-то, допустим, что-то не получается в этом приложении, вылезают какие-то ошибки, пишите мне его ВКонтакте. Я помогу вам с этим разобраться. Ссылку на свой ВК я также оставлю в описании. Только главное, чтобы вы мне не спамили. Потому что в последнее время, и так пишут очень много человек, именно вот таких обзоров на подобные приложения. Сразу хочу сказать, вот желательно сейчас не выходите с этого момента, то есть не закрывайте видеоролик, потому что сейчас будет самое важное. У кого, допустим, старые телефоны, то есть старая версия Android, приложение, так скажем, может немножко подлагивать. То есть будут вылеты определенные или же как-то богатценно будет. Рекомендую вам обновить систему Android, так чтобы приложение, в принципе, подтягивало с ней. А именно, эта версия должна быть, так скажем, не меньше 4.4.2. То есть эта версия Android тянет, так скажем, это приложение, то есть самое минимальное такое. Еще раз хочу сказать вам про именно те моменты этого приложения, когда вы, так скажем, закупаете книги. То есть действительно, если у вас что-то не получается, пишите в поддержку и разбирайтесь с этим. Вам ответят совершенно быстро. Также в пленмаркете есть раздел «Связь с разработчиками», в котором вы сможете тоже, так сказать, отправить жалобу. Если у вас действительно что-то в этом приложении не получается. А также сделайте небольшую поддержку моему каналу. То есть напишите в комментариях, на какое приложение мне снимать видеоролик в дальнейшем. Ведь в последнее время мне действительно мало пишут, чтобы я снимал обзоры на какие-то приложения. Я уже снялся достаточно, очень много обзоров, примерно 50 штук. И хочу, чтобы вы мне дальше помогали в этом. То есть не забывайте писать в комментариях, на какое приложение сделать обзор в дальнейшем. Я также буду учитывать, сколько ваш комментарий набрал лайков. Вообще, сложность всего приложения, его функционал, то есть всю его систему. Также посмотрю поисковый объем. Вдруг действительно на это приложение стоит ли делать обзор. Потому что, если поисковый объем очень маленький, на него нет смысла делать обзор, так как его никто искать не будет. Ну, еще бы хотелось сказать вам, чтобы вы, так скажем, чаще заходили на мой канал и просматривали мои видеоролики. Ведь скоро будет кабинет для ютуберов. То есть, как правильно оптимизировать видео, как его выложить, как делать хороший, красивый дизайн. Но про дизайн это достаточно много видеороликов. Смотрите их на моем канале, они тоже довольно-таки интересные. И еще отмечу пару фактов таких, которые вам помогут работать именно с этим приложением. Рекомендую перед работой почистить свой телефон, то есть ускорить это приложение изначально через приложение Clean Master. Если его у вас нет, то хотя бы через саму оптимизацию телефона. Это вам действительно как-то поможет работать. То есть приложение не будет лагать и вообще вылетать не будет. И все будет работать плавно и очень идеально. Ну, а в принципе, я уже буду заканчивать видеоролик. Ведь я уже разработал практически все. Я надеюсь, вам понравился этот видеоролик. То есть вы действительно что-то поняли новое, чего не знали до этого. Еще раз повторюсь, если вы что-то не поняли, пишите мне его ВКонтакте. Я вам обязательно отвечу. Даже сделаю небольшой расскажем видеоурок, чтобы вы действительно поняли, как это исправить. То есть если у вас какая-то проблемка, вы действительно поймете, как ее исправить. Но в принципе, я больше вас не смею тянуть. Всем пока, всем до новых встреч. С вами был ProGamer. Субтитры сделал DimaTorzok